Здравствуйте, уважаемые гости. Марина Рамазановна, в первую очередь я хочу обратиться к вам. Пожалуйста, представьте, кого вы сегодня к нам в гости привезли. Здравствуйте, Белла. Сегодня я к вам в гости. Я приехала с председателями женсоветов сельских поселений нашей республики. Хочу вас познакомить с ними, рассказать немного о их работе. Вот так как я являюсь председателем регионального отделения Союза женщин России, поэтому я думаю, в нашей республике, наверное, все-таки важно и нужно знать, какие есть у нас женщины активные, чем они занимаются и какую помощь вообще оказывают и женщинам, и вообще, какую помощь они оказывают жителям нашей республики. Марина Рамазановна, буквально недавно вы приехали из Москвы, где была конференция Союза женщин России. Мне, конечно, хочется узнать, что там проходило, как проходило, что вы обсуждали. Хотим услышать подробности. В этот раз, 19 декабря, в офисе Союза женщин России проходила отчетно-выборная конференция Союза женщин России. Эта конференция проходит каждые пять лет и выбирают председателя Союза женщин России и весь аппарат управления. Ну, естественно, была избрана нашим предводителем, лидером Движения Союза женщин России Лахова Екатерина Филипповна. Присутствовало 78 представителей регионов нашей страны. В основном на конференции принимают участие председатели региональных отделений. После того, как выборы прошли, мы выбрали и руководителя, и аппарат управления. Каждый регион отчитался о проделанной работе. Конечно же, в нашей стране есть такие регионы, к работе которых нам, в свою очередь, надо стремиться. Но, знаете, успокаивает одно, что руководитель этих региональных отделений работает не один год. Поэтому задачи и планы, которые мы построили на будущий год, они очень-таки интересные. Вперед забегать не буду, так как следующий год мы тоже, наверное, с вами встретимся и будем по мере их реализации рассказывать вам о них. А так, я считаю, что данная поездка была очень продуктивной и, скажу за себя, очень познавательной. Много интересных женщин в нашей стране и есть к чему стремиться, к чему учиться. Если возвращаться к нашим гостям, то хотела бы сказать, по какому принципу мы выбирали руководителей женсоветов сельских поселений. По принципу активной жизненной позиции. Вот двое из сегодняшних гостей являются мамами участников СВО. Помимо этого, они активно помогают в сборе и отправке гуманитарной помощи. Причем в таких количествах, что, я не знаю, наверное, девочки сами озвучат. Вот это просто и суммы огромные, и по количеству груза отправленного. Девочки работают помимо своей основной работы, так еще на этой общественной, буквально на износ. И учитывая то, что их дети принимают активное участие на СВО, они изнутри знают, как, что. Да, и вот я, знаете, когда отбирала, я смотрела, чем человек дышит, какую работу вообще он способен сделать. И сегодня вот наши гости – это женщины с активной жизненной позицией, женщины неравнодушные, женщины, которые готовы прийти на помощь в любое время дня и ночи. Женщины, ну, всем женщинам женщины, скажем так. Поэтому мне бы очень хотелось, они расскажут сами о своей работе. С кого мы начнем, Мария Рамазанна? Ну, давайте начнем с Рахимат Хаджиусмановна. Она возглавляет Дружбинское, Совет Дружбинского сельского поселения. Вот, мы ее выбрали руководителем нашего женского, женсовета, поскольку у нее есть в этом опыт, она расскажет о работе членов женсовета Дружбинского поселения. Сегодня я, как руководитель сельхозартели, выделила здание для хранения гуманитарной помощи. Вот, безвозмездно нашим волонтерам, нашим членам женсовета. И вот, какую работу они проделывают, кто эти женщины, более подробно расскажет. Рахимат Хаджиусмановна расскажет, чем мы живем, как мы живем. Я в первую очередь могу сказать, знаете, что вот, у меня в душе всегда вот кипит, вот это, что вот, наша вот, матери солдатов, наши солдаты, которые сегодня находятся на передовых рубежах нашей защиты, нашей страны. Мы, я хочу сказать, что наше село в стороне не остается. Значит, несколько раз мы вот отправляли гуманитарную помощь нашим защитникам. Это подтвердит наш председатель регионального отделения, вот, Барлакова Марина Рамазановна. Лично она со своего кабинета, я участвовала, сколько раз отправляла. Я даже не могу вот счет сказать, вот, буквально вот на днях тоже. Она выделила со своего хозяйства гараж для этого. Вот, буквально на днях позавчера я встретила Шахеризаду Салпагарову на той машине. Я села в ее машину, говорю, Шахеризада, говорю, вы куда ездите? Она мне говорит, вот эта машина ездит. Вот, отправляем груз, возим груз на нашим ребятам. Я сама в этом убедилась. Этой женщиной, я говорю, таких женщин, знаете, наверное, у нас и нету, вот так я сказала ей. Ну, женщины могут все. Наша работа заключается в помощи друг другу, нашим, чтобы мы друг друга сплачивали, чтобы мы помогали. Ну, и очень, вот сейчас у нас вот этот первый вопрос, вот эта помощь грузом нашим ребятам, что мы и делаем. Следующая наша гостья – это Зарема Асланукова. Она возглавляет женсовет Адгихабельского сельского поселения. Вот, Зарема – мама участника СВО. Более подробно о той работе, которая сегодня у них налажена, она сама расскажет. Основное сегодня у нас направление – это отправка и сбор гуманитарной помощи участникам СВО. Коротко рассказать, чем мы заняты, это, наверное, все уже знают, чем занята Россия на данный момент. Мы все хором помогаем нашим ребятам, которые находятся на СВО. Вот, и мы в том же числе, в основном на данный момент у нас занятия – это сбор и отправка гуманитарной помощи на линию соприкосновения. Мы работаем в основном с ребятами из команды «Дон Стоп Варк», которые нам очень хорошо помогают по доставке гуманитарного груза по линии соприкосновения. Это обеспечиваются первые передовые позиции, до которых никто не может доехать. Следующая гостья, с которой мы пришли к вам на передачу, это Фатима Ильясовна. Она представляет Усть-Джигутинский район. Более подробно она тоже о своей работе расскажет. Еще хотела бы сделать небольшое такое отступление. Акция «Союза женщин» по сбору гуманитарной помощи, она звучала как «Сердце матери». А вот сегодняшние гости, они каждая по-своему озвучивает свою работу. Я хочу сказать, что они являются волонтерами разных групп, и мы их объединили в одну, так как они являются членами женсовета. И у нас «Союз женщин» беспартийный, поэтому участницы наши, члены нашего союза, они разных партий представителей, чтобы было более понятно. Поэтому в нашем женсовете могут быть совершенно женщины разных направлений, разных партий. Как уже сказали мои коллеги, основная работа Усть-Джигутинского района направлена на сбор и отправку гуманитарной помощи с помощью Марины Рамазановны, отправкой грузом и теми ребятами, которые поставляют этот груз на передовую. А так мы везде чувствуем поддержку и со стороны руководства, и от глав сельских поселений, и женсовета, а также со стороны образовательных учреждений. Я как мамочка могу сказать, что и в школе тоже. Основная масса родителей сами предлагают и сами занимаются сбором гуманитарной помощи. Кто-то может шерстяные вещи принести, кто-то сухие пайки. Вот все налажено и чувствуем поддержку. Еще одна гостья, которая сегодня пришла с нами к вам на передачу, это Мадина Хизировна Гашокова. Она является членом нашей организации, является мамой участников СВО. Недавно было мероприятие, где мы чествовали матерей, участников СВО. Мы познакомились ближе, и я узнала, что Мадина давно пишет стихи. Она очень творческий человек, и я бы очень хотела сегодня, чтобы она рассказала о себе, рассказала о непростой жизни мамы участника СВО и свои какие-то мысли озвучилась на сегодняшней передаче. Спасибо, Марина Рамазановна, что вы нас объединили, что вы нас познакомили. Пользуясь случаем, хочу выразить искреннюю благодарность за оказанное внимание к моему творчеству. Благодаря Марине Рамазановне вышла в свет моя первая книга. Спасибо за доброе сердце и отзывчивость, за человеческое тепло. Если бы не вы, этой книге, наверное, не дано было бы родиться. У вас истинно золотое сердце и чистая душа, Марина Рамазановна. Можно я зачитаю стихи «Материнские плечи»? И снова все от боли взвыло, опять горит у брата дом. Победу труженики тыла опять куют своим трудом. Когда предательство вскипело, мужья, отцы и сыновья, На фронте с нечистью, всецело, родная борется земля. Я, мать, подставлю свои плечи сынам, что бьются на полях. По донкам у домашней печи пусть стыд настанет на глазах. Мы отдаем и силы, средства, бессон и стресс, пусть и затяжной. Мы не допустим забрать детство у внуков, встанем все горой. Сыны в окопах, вы герои, остановившие фашизм. Мы, мамы, и своим настроем не меньше бросим героизм. И будет жить в потомках память непобоявшихся времен. Прекрасным труженикам тыла наш материнский вам поклон.